А открытка «Куда идёт мой путь из комплекса исток?» Она сразу же обращается к человеку, который взял в руки эту открытку. А всё в этой открытке, в этих стихах говорит о том, что этот путь необыкновенный, он какой-то сказочный, он прекрасный. Это путь, о котором мечтаешь. Когда начинают звучать стихи, они примерно такое же. Внутренний мир примерно такое же ощущение, это как глаза, картина. То есть просто внутри всё замирает от такого восторга, от восторга встречи с необычным взглядом, с необычным движением чувств, выражением мыслей, с донацией. Просто хочется вслушиваться, вслушиваться, буквально каждое слово, каждую интонацию, не пропуская ничего. И когда стихи кончают звучание, такое ощущение, что они в душе оставляют такой же яркий, пламенный след, как вот эта вот картина. Явление этого стихотворения вот как раз становится олицетворением глубокого внутреннего стремления к высочайшим целям, идеалам, высокой мечте. Это стремление, которое живёт в благодарном сердце и которое является вот таким примером, как можно воплощать, как можно осуществлять высокие мечтания. Стихи удивительные, и авторское прочтение тоже удивительное. Слушаешь, и такое ощущение, что с тобой делятся, как с таким очень добрым другом, очень сокровенными мыслями, своими стремлениями. И стихи — это тут всего восемь строк, а в них помещён такой большой смысл, такие чистые стремления к воплощению светлой мечты, мечты о утверждении красоты. Продолжение следует...